Однажды в начале 20 века, 21 века я познакомилась с Рустамом Хамдамовым. И вот это художник мирового масштаба, он кинематографист, но он очень красиво умел делать наброски с тех фигурок, которые его вдохновляли. Вот, допустим, он даже через набросок показывал своей кинематографической группе, как должна выглядеть парочка, допустим, орликинов в каких-то костюмах, в каком-то переплетении друг с другом. И обязательно показывал эмоциональное состояние этих людей. Я взяла пример у нашего Рустама, и мы с Владимиром начали делать вот такие наброски с живой натуры. Много, у нас два чемодана таких набросков. И вот что они, лежат эти наброски и лежат. А ведь это, составлялись одежды для этих людей, ставились их в определенную позу, да? Что-то надо было с ними делать, чтобы они продолжили свою жизнь. И они свою жизнь продолжили в композициях. Потому что не всегда пригласишь позировать на композицию, там, где люди участвуют, живого человека. Да и когда живого приглашаешь, все равно получаются некоторые казусы, потому что, рисуя человека, художник не принадлежит себе. Он делает то, что хочет натура. Натура все равно диктует. Девочка с персиками все равно сидела и диктовала серову свою духовную составляющую, да? Как она эти персики трогает. Все равно не серов там главный, а девочка с персиками. То же самое у нас. Поэтому мы, как старые мастера, берем наброски свои, которых очень много у нас с Володей, и на перебой их листаем и смотрим, какие образы подойдут, допустим, к венецианскому карнавалу, который здесь мы зафиксировали. Знаете, такое душевное маленькое состояние людей, которые только что были на венецианском празднике. Вот маски у них, да, одежды какие-то,ундерскирды, короны, какие-то туфельки интересные, да, бокал вина. И вот они уже уединились, и друг с другом они ведут любовный разговор. А любовный разговор зависит от того, кто начинает этот разговор, и что он хочет от своего второго, второй половинки. В данном случае мы назвали эту работу «Голубая роза», потому что девушка Жаклин что-то имеет к юноше, которого зовут, сейчас вам скажу, Жульен, да, Ж, Ж, Жульен и Жаклин. И вот она к нему в такой сексуальной позе с этой розой бьет его по щеке этой розой, а он от нее чуть-чуть отворачивается, типа заигрывает, может быть, сам с собой или в мечте о другой дамочке. То есть здесь можно рассказать, что происходит между этими двумя в момент венецианского карнавала. И очень даже это интересно делать, понимаете? Ну не начинайте сразу с многофигурной композиции. Сделайте однофигурную или двухфигурную композицию, чтобы вам было что рассказать о ваших главных героях. И, конечно, антураж тоже немножко надо сделать. Чем хороша эта композиция? Она недописана немножко. Здесь осталось место для того, чтобы те коллекционеры, которые купят эту работу, могли домыслить состояние людей. И их наряды могут еще домыслить, экстерьер этого сада, где-то салют, где-то натюрморт с вином красным. Здесь есть момент недосказанности.